Развитие малого и среднего бизнеса всегда являлось одним из важнейших приоритетов для экономики химок и московской области. Это основа для развития конкурентной среды, повышения инвестиционной и инновационной активности субъектов. Мастерская по ремонту обуви, салон красоты или небольшой магазин – это уже не просто способ заработка одного или нескольких человек. Эта ниша, пожалуй, одна из основных, которые формируют благополучие города. Во-первых, малые предприятия помогают сократить безработицу, а во-вторых, активно пополняют местную казну. Однако очень часто без помощи государства развить собственное дело сложно. В химках бизнесменов не бросили и в 2015 году создали Единый центр поддержки предпринимателей. Нужна была помощь по налоговой решению вопроса и обратилась сюда. Мне помогли написать заявление из кого. С этого я и узнала в этом центре. Для Московской области это инновационный проект. Центр работает по принципу единого окна. В одном месте находятся бюджетные учреждения малой бизнес-химки, торгово-промышленная палата, Третьейский суд, приемные уполномоченного по защите прав предпринимателей и председателя комиссии по предпринимательству окружной общественной палаты. Все это и многое другое помогло химкам стать лауреатами конкурса «Бизнес-успех». Люди, которые занимаются малым и средним бизнесом, им нужна помощь. Каким образом уменьшить бюрократизм, каким образом обеспечить возможность добиться того, чтобы и контроль был, и помощь, и юридическая помощь, и оказание услуг качественных. Мы определили так, что это все должно быть в едином окне. И вот после того, как мы его создали, мы увидели результат. Результат положительный. Популярность центра среди бизнесменов растет. Если за 2015 год было полторы тысячи обращений, то за несколько месяцев этого года их уже более 900. Постоянная поддержка бизнесменов помогла появиться в округе в прошлом году более полутора тысячам предприятий. В этом более чем тысячи. Благодаря этому за прошедший год две с половиной тысячи химчан обеспечили работой. В этом более 1400 человек смогло устроиться на предприятия малого бизнеса. 59 таких предприятий в 2015 году смогли не только выжить в кризис, но и преуспеть. В этом им помогли субсидии. В прошлом году мы взяли субсидию на покупки машины «Соболь». Малый бизнес, финансовый отдел нам помог все это оформить. И мы получили компенсацию за первоначальный взнос по лизингу. Сумма материальной помощи составила более 85 миллионов рублей. Это средства из городского, областного и федерального бюджетов. Химки занимает первое место в Московской области по количеству предпринимателей, которые получают субсидии. Об этих и других мерах поддержки бизнесменам рассказывает на различных лекциях и конференциях. Помимо этого, несколько раз в год для предпринимателей проводят бесплатные обучающие семинары. К слову, с каждым годом их количество увеличивается в два раза. Химки занимает первое место в Подмосковье по развитию предпринимательской деятельности. Это единственный муниципалитет в области, награжденный благодарственным письмом правительства Московской области. Химки лидирует и по количеству созданных рабочих мест на предприятиях малого бизнеса. А особое внимание уделяется его социальной направленности. Например, в округе в данный момент работает 22 магазина с отделом ветеран и 17 аптек. Мы приходим сюда, потому что скидочки рядом с нашим домом. Нас устраивает этот магазин чудесный. Мы в восторге вообще от него. Успеху и лидерским позициям способствует открытый диалог бизнеса и власти. Каждую неделю предприниматели с любым вопросом могут обратиться лично к руководителю администрации Владимиру Слепцову. Только за 2015 год на прием к нему попало более 80 бизнесменов. Важен каждый предприниматель, поэтому в ручном режиме эта работа ведется. Я каждый вторник в три часа принимаю предпринимателей без очереди, без записи. Эта информация есть везде, на химкинских СМИ, на социальных сетях. И, конечно же, для нас очень важно в это не самое легкое время поддержать, развивать для того, чтобы округ жил. Планов на текущий год много. Это дальнейшее развитие малого бизнеса, расширение финансовой поддержки, усиление открытого диалога с властью. Будет продолжать меняться и облик города. В скором будущем в округе откроется муниципальный коворкинг-центр. Благодаря ему начинающие предприниматели смогут с минимальными затратами развить собственное дело. К слову, в апреле в химках уже открыли крупнейший в России коворкинг-центр. Все это и многое другое позволит химкам и дальше удерживать лидерские позиции. Субтитры создавал DimaTorzok